Всем привет! С вами канал SuperAndroid. Сегодня у нас довольно-таки экстравагантное приложение, которое называется Music Wallpaper. И что может данное приложение? Оно может использовать обложку воспроизводимого альбома в качестве обоев для вашего рабочего стола. Это касаемо и экрана блокировки. То есть, как только вы воспроизводите музыку в каком-либо сервисе или плеере, у вас появляются обои из обложки данного альбома. Как это выглядит, давайте посмотрим. А дальше перейдем к настройкам и я расскажу и покажу, что и где можно настроить. Итак, при выборе любого музыкального плеера у нас есть запуск. Запускаем какой-либо трек. И как видите, у нас обои. Как только мы ставим на паузу, обои меняются. Это зависит опять-таки из настроек. Можно сделать данные изменения. Давайте теперь перейдем к самому приложению и посмотрим, что у нас работает. Во-первых, при первом запуске вам необходимо сделать дополнительные настройки. Это выдать все разрешения, которые будут запрашиваться в режиме первой установки. Я этот момент опущу. Это несложно. И далее, что есть. После того, как вы выдадите разрешение, вам не находимо запустить этот сервис, поставив чекбокс на Enable Wallpaper Service. Далее, выбрать плеер. Из потоковых сервисов доступные следующие. То есть, вы выбираете какой-либо сервис, который установлен у вас. И нажимаете на вот эту вот галочку для активации. Если вы хотите выбрать другой плеер, к примеру, из установленных, выбираете пункт Other. И тут у вас появятся установленные плеера. В моем случае, PowerRamp тоже прекрасно все работает. Все совместимые плеера вы сможете посмотреть на вот этой вот страничке. И здесь вы увидите все доступные плеера. Также, после выбора, необходимо поставить галочку и будет активирован данный плеер. То есть, вы только активируете плеер, появляется зеленая галочка. Если хотите перейти на другой, вам необходимо будет вновь вернуться и активировать потоковый сервис. К сожалению, сразу с двумя выбранными приложениями, по крайней мере, у меня сервис данный, не заработал. И давайте опустимся ниже и посмотрим, что еще. Кастомизация. Возможность включения и отключения размытия с его настройкой. Следующий пункт. Это черно-белое изображение. Включите. И у вас изображение будет, скажем так, gray scale. То есть, в серых тонах. Следующий пункт. Keep music wallpaper even when paused. То есть, при паузе, как я уже показывал, обои могут отключаться или же оставаться. Если поставите здесь чекбокс, при паузе плеера, пока он работает, но музыка стоит на паузе, обои будут сохраняться. И также изменять обои на экране блокировки. Можно поставить галочку и будет все работать на экране блокировки. После принятия всех изменений вам достаточно поставить галочку, и приложение уже будет доступно к работе. Ну и еще раз демонстрацию. Какой-нибудь... Как видите, это все работает. И довольно-таки интересное приложение. Может, кому-то будет интересно, может, кому-то нет. Поэтому оставляйте комментарии. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!